Всем привет! И вы на канале Света и Дарина. И сегодня мы снимаем мукманг с сэндвичами. Это у нас завтрак! Это завтрак с таким американским хлевом сэндвичным, который я поджарила на сковороде. И у нас тут американский завтрак, можно сказать. Арахисовая паста. Ну, мы будем намазывать на наши тосты. Это жидкое маршмеллоу. И на такой бутерброд мы будем еще ложить яблочко, бананчики. Вот здесь вот у меня заготовлены. Придется нам, наверное, руками их брать, потому что у нас ничего нет для того, чтобы их брать. А, еще джем черничный. Это, наверное, будет очень вкусно. Ого, маршмеллоу какое! А я тогда арахисовую пасту. Кто любит арахисовую пасту? Честно говоря, мы покупаем ее раз в год. Раз в год. Это на мое день рождения. И все. Мы больше любим, конечно... У меня здесь ножик есть. Я попробую ножом. Нутеллу. Вот нутеллу мы несколько раз за год, наверное, точно покупаем. О, как арахисом пахнет. Вкусняшка. Вообще-то они часто, очень американцы, я читала, делают арахисовую пасту, вот эту вот намазываю, и маршмеллоу потом сверху. Наверное, мы так же попробуем. Надеюсь, что я купила арахисовую пасту натуральную. Но вроде бы по составу я смотрела, что тут именно вот арахис есть. Пробуем. Я уже забыла вкус арахисовой пасты, если честно. Да, у нас второй завтрак получается. Второй завтрак. И мы сейчас снимаем практически уже днем, можно так сказать. Вообще, какая-то погода у нас. Ой, на этой неделе прям дожди. Так, маршмеллоу с бананом. Ого. Пробуем. Дожди. Но когда я бегала, не было дождя. Да. Сейчас начался. И у меня такая неудача, конечно, произошла. Пошла я бегать. И у нас, в общем, есть такое, как сказать, место. Там дорогу перебегаешь, там остановка. И рядом с остановкой, как сказать, спуск такой и подъем небольшой. И там вот в самом низу спуска лежит такая бетонная штука. Я даже не знаю, как ее назвать. Я обычно вот там вот пробегаю. И в этот раз тоже пробежала. А у нас скользко. Вчера весь день дождь лил. И там сыро, очень грязно. И там, чтобы пробежать это место, нужно по этой, ну, сверху забежать на эту, как говорится, бетонку вот эту. Или перепрыгнуть ее, или запрыгнуть на нее и перепрыгнуть дальше. Или где-то по грязи совсем пойти. Но по грязи-то я уже не стала. Там вообще ужас какой-то творился. И я думаю, перепрыгнуть через нее. Надо всегда думать, прежде чем что-то делаешь. Необдуманные, конечно, вещи нельзя. Ой. Ну, в общем, упала на эту бетонку. И так ударилась бедром левой ноги. Я как-то боком упала. То ли я подскользнулась. Я вот не поняла этот момент. И у меня кофе с молоком здесь. А правой ногой я ударилась голенью. И прямо там разодрала себе голень конкретно. Кровь идет. Вообще. А я-то как раз на тренировку побежала. Мне больно. Я думаю, нет, не буду возвращаться домой. Я и такой человек. Если я... Что-то делаю, то я уже до конца. Если на тренировку вышла, то нужно... Не важно что. Хоть потоп. Ну, если какая-то катаклизма, конечно, такая, что... То да. Или ногу сломала. Ну, чуть-чуть, конечно, нет. Я думаю, ничего. Побегу. А сама чуть ли не реву. Даже, можно сказать, заревела практически. Потому что такая боль. Или что, бежишь? А думаю, нет. Все равно потренируюсь. С кофе с молоком, арахисовая паста. Попробуем. Очень вкусно. Кретно упала. Конечно, на бетонку. Кто туда эту бетонку положил? На бедро наступаю больно. У меня, наверное, внутри там сильно ушиблена мышца. Скорее всего, бедра. И как я на тренировку буду ходить? Еще на работу. Вот что значит не подумать, а сломя голову что-то делать. Хотя, сколько лет я так вот пробегаю уже. Нашмар. Короче, что-то у меня неудачная неделя. Это дожди. Я вообще не люблю ливни, когда дожди. У меня в это время всегда настроения, если честно, нет. Дождь это не мое. Это вообще не мое. В общем, что-то у меня эта неделя неудачная. Но час, среда. Мы позже будем выкладывать видео. А тост очень вкусный с арахисовой пастой. Как тебе вспомнила, да? Арахисовую пасту. Конечно, она вяжет. Ну, не все любят ее, честно говоря. Но мне нравится. Так что будьте осторожны и берегите себя. Давай, Даринка, наверное, у пандочки, да, этот вопрос-тему. Про что сегодня будем говорить. А сейчас, может быть, нет. Не с джемом. Просто с яблоком без маршмеллоу, наверное, буду. Кстати, с яблоком очень арахисова паста сочетается. Я все время так бутерброд делаю. А лучшее аниме по мнению Дарины ты еще не отвечала. Давай, вот этот вопрос. Лучшее аниме по мнению Дарины. Ну, вообще, расскажи про это лучшее аниме, да? Одно? Угу. Ну, у меня, вообще-то, на самом деле, часто бывают вкусы еще меняются. Но... А ложка ведь есть, если что. А. А, хотя арахисова паста, она густая. Надо вилку к ножам. На данный момент у меня самое любимое аниме, наверное, это волейбол. Хотя Дарюнка не любит волейбол. Я ненавижу волейбол. Я, кстати, я долго это... У меня бывают некоторые аниме, я не знаю, как. Не всегда мне хочется их смотреть. Хотя, когда их начинаю, они такие интересные, оказывается. Ну, то есть, я очень долго знала про это аниме, там, я... Но его долго не хотела смотреть, потому что я не люблю... Ну, господи, волейбол. Такая, ну, блин, мне будет неинтересно. Ассоциации плохие, да? Да, да. Из-за волейбола. Ага. Ну, у меня подруга лучше, она... У неё-то одно из любимых аниме, она постоянно мне его... Рекомендовала, скажем так, да? Ну, да, тычет постоянно это, это, говорит, посмотри, посмотри. Я в итоге всё-таки начала смотреть. Ну, как-то вообще, первую серию постре вообще какая-то скукотенью подумала. Ну, ладно, ещё чуть посмотрю. Посмотрела серию три, и там уже там потом стало так интересно, и меня прям вообще затянуло. То есть, вначале там есть такое, что первые несколько серий реально скучно, но потом вообще очень интересно. И я прям вообще не могу сейчас, это у меня самое любимое аниме. Ничего про него сказать. Ну, думаю, понятно, тут же по названию понятно, что там просто играют в волейбол. А, аниме это японские ведь мультики, да? Да. А там про кого идёт речь? Про мальчика или девочка? А, ну да, там про мальчика. Там вообще почти девочек-то нету. Ну, там, я не знаю, какой-то мальчик там был. Он пролежал мимо телевизора, увидел матч по этому телевизору, по волейболу. Увидел там, ну, игрока, ему так понравилось, и он решил играть в волейбол. Ну, пошла история вообще. А маршмеллоу-то можно ложкой. И, кстати, почему-то маршмеллоу странное. Оно очень вкусное. Да, оно вкусное, но почему-то там внизу вода какая-то. Помнишь, мы покупали несколько раз такое жидкое маршмеллоу, но никогда такого не было. Я не знаю, почему, в чём дело. Это не вода какая-то, это можно перемешать? Ну, не вода, а именно сладкий сироп какой-то. Ну, кстати, вкусное, да, маршмеллоу. Да, классное. И там, получается, команда, да? Да, там очень классное вот это вот такое переживание в играх, когда они, короче, у них матчи там вообще. А, то есть там прямо соревнования показывают, да? Да, вообще. Ого. Интересно. Мне даже заинтересовало. Я, может быть, даже хоть один раз в жизни, наверное, одно аниме хотя бы посмотрю. Ты смотрела вообще-то, наверное, укреплю полнометражку, там, унесённые призраками. А это аниме, что ли, унесённые призраками? Я смотрела ещё. Это аниме, да. А, да? Это полнометражное аниме, да. А, ну я это уже сто лет тому назад, унесённые призраками. И это был какое-то время мой любимый мультик даже. Да, японская культура, кстати, очень даже неплохая. Как-то она так вот привлекает. Очень даже. Так, ещё раз, наверное, маршмеллоу. Банановый. Не знаю, вот знаешь, вот, вот, мне кажется, унимашненько такое, знаешь, чувство, вот, когда ты смотрел аниме, но другие у тебя знакомые не смотрели, и у тебя не с кем просто пообсуждать это аниме. Да, потому что тебя ведь не понимают, да? Ага. Кто не смотрел. Я, например, не понимаю, что там такое за аниме. Ну, хотя унесённые призраки там не нравятся. Ну, мне, знаете, вот мне чаще всего тикток спойлер, это обычно всё. Просто, ну, или, к примеру, вот я не хочу какое-то аниме смотреть, потом вижу вот это аниме, ну, то есть персонажи, там какой-то момент. И мне так сразу интересно становится, я хочу посмотреть сразу. Это тикток, потому что вот это вообще. Да. А почему именно? Иногда меня, иногда не люблю, когда тикток спойлеры, там часто такое, ну, тиктоки, видео там всякие, и ты их, конечно, не пролистываешь и досматриваешь, да? Ну, что ты там хотела спросить? Да, а почему именно аниме ты стала смотреть, а не, допустим, не знаю? Я смотрела до этого сериалы, у меня есть свой любимый сериал, который я бы тоже хотела бы пересмотреть. А чем тебе аниме именно зацепили? Не знаю, я не помню, как это вообще, как-то это было вроде, ну, вот шестой класс начало, и у меня знакомая, вот соседка по парте была, мы все как-то начали хорошо общаться. И они тебя заразили этими аниме, да? Да, они постоянно про это аниме говорили, а я тогда его не смотрела, я вообще ничего не понимала, и я вообще решила потом начать смотреть, ну, мне как-то вначале было не очень интересно, а потом, я не знаю, прям, стала постоянно смотреть, смотреть и все. В общем, понравилось. И потом у меня через какое-то время у меня стало дофига знакомых, которые смотрели аниме, а до этого ни одного просто знакомого не было, я вообще такая, то что? И как-то в одно время все начали смотреть это аниме. Ой. У меня одноклассники тоже достаточно есть, которые смотрят тоже аниме там. Может быть, Даринка не стала бы смотреть аниме, если бы в ее кругу, в котором она общается, не смотрели аниме. Согласись. Не было знакомых, которые смотрели аниме. Да-да-да, ведь окружение на нас тоже влияет, с кем мы общаемся, потому что, я еще помню, учительница моей, извини, я что-то вдруг, ты про аниме можешь, да, я расскажу? Первая учительница, я еще все еще вспоминаю, как у нас было на фотографиях написано, учительница первая моя, что ли. И у нас такая учительница была, о, как раз это про школьные годы, есть даже вопрос мне. Ну, перешли на тему. Вот, как прошли школьные и студенческие годы. Ну, это несколько, наверное, мукбангов можно рассказать про школьные годы. Вот, вспоминаю сейчас учительницу первую мою. Чего? Ей где-то было лет 70, наверное. И это очень авторитарный учитель был. Авторитарный это как? То есть, мы должны были делать то, что она говорит только. Если руки на парте, ну, Советский Союз, это строгость, ну, знаешь, это времена, в которых она выросла, представляешь? Это очень строгие времена тогда были. То есть, сидишь вот так вот, и ты не должен руки никуда убирать. Господи. Потому что, если ты уберёшь руки, ну, не будешь где-то там что-то там делать, а не так держать их, то ты указкой получишь по рукам. Я получила один раз. А у неё ещё указка, я запомнила, такая длинная была, и эта указка ручка была. То есть, на кончике там паста была. И она так сильно меня ударила, что эта паста по всей руке у меня прошлась. Ну, то есть, кончик этой указки у меня по всей руке, я не знаю, вот, всё-таки, блин, Дети запоминают вот какие-то моменты на всю жизнь. Я вот это на всю жизнь запомнила. Мне было очень больно. Это было, конечно, что-то с чем-то. Но, несмотря на то, что она была очень строгая, ну, и такая вот могла и ударить даже, это, конечно, ни в коем случае нельзя было делать, но было такое. Всё, один момент только расскажу, и потом уже в следующий раз продолжим школьные годы. Но, несмотря на это, она очень много хороших вещей говорила. Но, естественно, человек уже в возрасте. У неё опыт есть. Она как бы, несмотря на всё это, она достаточно мудрый человек, всё-таки учитель. Всю жизнь с детьми проработала. Ну, может быть, ей уже было сложно, у неё нервы уже не те были. А мы там непослушные были. И она говорила всегда, с кем поведёшься, того и наберёшься. Я вот почему-то у неё именно эти слова запомнила. У меня была подружка, ну как, она и сейчас есть. Просто времени нету, мы мало очень общаемся. Мы дружили с конца первого класса. Ну, скажем так, с лета, когда закончили первый класс и вообще не разлучались до девятого класса. Всё вместе ходили. Если где-то нас видели, то всегда мы были вместе. Прикинь, до такой степени дружили. И, ну, вдвоём, получается. Мы ещё, к тому же, в одном доме жили. Только она в первом подъезде, а я в пятом. Надя, подруга моя лучшая. Я, по-моему, ни с кем вот так вот не дружила, как с ней. Ну, школьные годы. И к нам пришла во втором классе девочка-второгодница. То есть она проучилась в первый класс. У неё там все отметки были двойки. Представляете, как это возможно? Первый класс, все отметки двойки. И мы приходим в первый класс. Я помню, у меня первый Б назывался. Вот, мы проучились уже несколько недель, наверное. И потом приходит вот эта вот девочка. Катя, по-моему, её зовут. Ой, она, конечно, таким характером очень, это, учителей не слушала. Она, в общем, всех задирала. Такая вредная была. Но почему-то, вот она у нас проучилась, по-моему, год. В третьем классе вдруг мы с ней связались как-то. Я не знаю почему. Её как-то никто особо не принимал. Она то с тем дружила, то с другим, как говорится. Погоди-ка, она то первый и сразу третий? Подожди, первый, второй? Нет. Или стоп? Ты сказал, что в первом классе перешла. Да, в первом классе. Значит, это было уже на следующий год во втором классе. Ага. Мы почему-то, вдруг она к нам как-то пришла. Ну, она видит. Не сразу же. Это, по-моему, мы с Надей вот с лета дружили. Где-то полгода мы уже вот так вот, не разлей вода, были. И она вдруг к нам что-то. Ой, пойдёмте туда, ой, пойдёмте сделаем то. Ой, это, что-то нас приманивало. Я не помню, почему. Мы стали с ней общаться. С этой Катей. А учительница там, несмотря на её характер, очень наблюдательная была. Она увидела, что мы-то хорошие. Мы вообще послушные так-то были. По крайней мере, на уроках старались слушать всегда учителя. Увидела, что мы стали с этой Катей общаться. Двоечницей которой. И она начала вот это говорить. С кем поведёшься, того и наберёшься. А мы не понимали тогда, что нам было 8 лет. Мы такие, ой, да что? Тамара Алексеевна, по-моему, в зале. Да, Тамара Алексеевна. Она, по-моему, уже умерла. Насколько я помню. Вот. Ну, естественно, человек, сколько, возраст какой был. Мы её не слушали, естественно. Всё равно с этой Катей общались. После школы мы должны были обязательно по стройке Смирной идти домой. Если мы не шли домой, то это всё докладывали другие дети, учительницы. И был скандал целый потом на следующий день. В классе обсуждения, родителям звонки. Вот. А это Катя говорила, нет, давайте не пойдём домой. Будем это, где-то гулять, что-то там делать, всякой ерундой заниматься. Вот. Я потом ещё про неё расскажу в следующих мукбанках. А сегодня я расскажу, она нас подговорила прогулять в школу. У неё бывало иногда, что она прогуливала, а мы никогда. Нам даже это в голову никогда не приходило. И она говорит, да что там, ничего страшного, контрольная работа. Зачем мы будем на контрольную работу? Давайте прогуляем, что-нибудь там дома будем делать, там отдыхать, беситься. Меня, наверное, закрывает, я хочу черничный джем. Вот. И договорились втроём, что не придём в школу на следующий день. У меня хватило ума всё-таки на следующий день пойти в школу. Хотя мы договорились, что мы втроём не пойдём. Но я всё-таки пошла. Но, естественно, это Катя не пришла. И не пришла моя подруга. Я не знаю, чем... Я не помню, они потом рассказывали, чем они там занимались. Ну, практически толком ничем не занимались. А родители-то, родители-то были в этом, на работах. Они же не знают, что мы в школу-то, оказывается, не пошли. Ну, вернее, я-то пошла, а они нет. И была действительно контрольная работа. И за этот прогул там такое было от Татьяны Алексеевны. Ой, какая-то... Тамара Алексеевна. Тамара Алексеевна. Чуть ли не вызов родителей это... А тогда, в то время, дети... Мы очень боялись родителей, если вызывают. Такой скандал был из-за этого. Я помню, как в классе. Она же не поодиночке, ну, разговаривала. Вот ты там сделал такой-то проступок. Она при всём классе всегда это обсуждала. Там было такое скандалище потом. После этого Надя ни разу, ни один день не прогуляла в школу. Ей так было стыдно, я помню. Но это точно. Вот с кем поведёшься, того и наберёшься. После этого мы с ней не общались, и всё нормально у нас наладилось. А, и дело в том, из-за чего Татьяна... Ой, Татьяна. Тамара Алексеевна стала говорить. Мы скатились. У нас двоек во втором классе никогда не было. И троек. У нас стали появляться, как мы начали общаться с ней. Троечки. Постоянно. И даже двоечки. Хотя этого не было. То есть, действительно, не зря же эти поговорки. То есть, наше окружение делает нас... Оно всё равно, мы хотим, не хотим... Даже если мы не хотим... Всё равно оно на нас влияет. Всё равно. И вот с учёбой, как мы перестали с ней общаться, у нас всё наладилось. Не знаю. Такое действительно было. У меня тоже в начальном классе было так значительно много. У нас тоже, да. У нас постоянно учительница. Она редко говорила, что прямо при... Ну, чтобы не при классе какие-то что-то обсуждать. Чаще всего это было обеды, когда у нас... Ну, были обеды, то есть... Мы обычно всегда такое за столами там вытворяли. Она постоянно... Вот как идём после этого обеда. Ой, как она начнёт, конечно. Я вспомню. Вот это мне всегда... Дневники там записывала. Господи, ё-моё. Вот я прям вспомню. Ещё бывало, знаешь, если мы там как-то громко шли, короче, ну... Как? Мы же со столом всегда шли. До класса, обратно. И иногда мы делали несколько кругов по коридору, потому что мы там как-то громко кричим или... Ну, не это... Бывало, так по коридору ходили. Вот так вот прям кругом. Но с другой стороны, детей надо воспитывать. Но не битьём. Какое право имеет учитель? Нет, конечно, учителя нас не били. Часто нет такого. Я просто говорю, что было у нашей учительницы. Что она руки могла на ребёнка. Это, конечно, не дело. Но наказывать, так как дети шалят, это действительно так. Иногда нужно. Но всё в меру. Нельзя допускать, чтобы дети сами по себе что-то там вытворяли. Всё равно их нужно как-то учить. Ну, у Татьяны Алексеевны свои... Ну, у вашей учительницы свои меры какие-то были. У кого-то учителя другие. Ой, ну я помню, что я вот в начальнике была такая громкая. Да, Даринка, конечно, тоже по поведению. У меня даже знакомые классники говорят... Ой, господи, а на классике... Ой, ты так... Ты когда стала в средней школе, ты такая тихая стала. Да. Я, если сравнивать меня, вот школьное начальное звено, я была более спокойная, чем Даринка. Если вспомнить меня в началке, это какой-то пипец. О, о чём мы маршмеллоу съели? Да, там вообще мало. Если вспомнить меня в началке, это вообще... Я была спокойнее Даринки, да. Я была более послушная и более прилежная. Ой, прям даже мне не хочется иногда вспоминать начальную школу. Ой, вообще не хочется. Несмотря на это, мы тоже, естественно, в школе, ну все шалили. Ну как же, не бывает. Особенно мелкие, да, было. Но у меня прям это было какой-то пипец. Но по большей части я послушная была, такой прилежной. Иногда, конечно, тоже бесилась. Но это было всё-таки редко, и когда кто-то там настрапалял. Хотя у нас сейчас одноклассники бесятся, но я вообще сейчас не бешусь никогда ни с кем. У меня то есть одна там подруга есть, я с ней бесить. Хотя в началке у меня тоже была одна-две подруги. У меня всегда, у меня не было никогда много друзей. У меня было, но эта эпоха заканчивалась. По жизни я не люблю иметь много друзей. Хотя, смотри, уже съела, по-моему, 4 бутерброда. Я хочу ещё бананчик. Банан ещё есть, но уже за кадром, наверное, сделаем, да? Ну что, на следующем у Банги ещё школьную тему подъем, да? Вот этот вопрос у Пандочки. Потому что мне много что есть рассказать про школу. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч и всем пока!